Сегодня мы проводим такую встречу, я надеюсь, она пройдет конструктивно, нормально, в таком ключе, совещательно. Как мы видим развитие событий, что бы вы хотели увидеть от городской власти? Первое, как взрослым, состоявшимся людям, рассказать и показать ту ситуацию, в которой мы сегодня живем. Та ситуация, которая у нас сегодня сложилась в инфекционной больнице и по той динамике, которая есть в городе. Если мы дополнительные койко-места оборудуем, значит они кем-то будут заняты. Это нельзя делать формально. Это первое. Второе, я хотел бы, чтобы вы услышали, что я, наверное, в большей степени, чем вы, заинтересован в том, чтобы Одесса не вошла в красную зону. Потому что это для нас бюджет, наполнение бюджета, это вообще просто жизнь миллионного города и все, что с ней связано. Поэтому, поверьте мне, моя заинтересованность в том, чтобы мы не вошли. И вот как раз наша сегодня встреча продиктована именно этим. Чтобы нас туда не запихнули в эту красную зону. Или мы сами сюда не ввели. Я предлагаю вам просто каждому на своем месте. Это же все, вот вы сложите все, что я вам говорил. Мы работаем, медики работают. Трудно? Работают. У нас сегодня, слава богу, все хватает. Если вдруг понадобится, мы обратимся, я знаю, что вы всегда помогали, я думаю, и поможете. У нас пока что, слава богу. Вот медики очень благодарны. Я приезжаю, говорю, передайте спасибо, кормят, спасибо, вкусно. Мы так, спасибо. Все у нас сегодня есть. В медицине выровняли ситуацию. По оборудованию выравниваем, докупаем. Вопрос в том, что на своих местах, в своих ресторанах, клубах, чтобы вы на своем месте просто обратили внимание на более четкое соблюдение всего, что вы нам советуете. Уважаемые присутствующие, с марта месяца, с начала марта инфекционная больница работает с больными коронавирусной инфекцией. С начала марта месяца, 13 марта у нас был зарегистрирован первый больной с коронавирусной инфекцией. В инфекционной больнице лечится и лечилось 568 пациентов. В настоящее время в больнице на статус лечения находится 127 пациентов. Это пациенты с коронавирусной инфекцией подтвержденные. Кроме этого, 69-70 пациентов каждый день у нас находятся с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящее время в больнице находится 217 пациентов на сегодня на утро. Из них 196 – это пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию. В больнице в настоящее время развернутся 5 отделений для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В начале марта и в апреле месяце, и даже еще в начале мая мы справлялись с одним десятым отделением боксированным, которое выделило сегодня сюжет, то теперь 5 отделений, и ежедневно, к сожалению, начиная с четверга, мы считаем буквально каждое место. 12 часов дня у нас сводка, мы считаем каждое место в каждом отделении для того, чтобы решить вопрос, хватит нам места на госпитализацию сегодня или нет. Ежедневно в больницу поступает от 15 до 30 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это пациенты с высокой температурой, с воспалением легких, то есть с пневмонией. Через 2-3 дня, в зависимости от того, как правило, через сутки, через 2 суток, мы имеем подтверждение или получаем отрицательный результат, и в зависимости от этого меняется тактика. Если это пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, он переводится в отделение, где находится подтвержденная коронавирусная инфекция. Если это пациент, который с пневмонией может быть перевезен в другой стационар, мы переводим его в соматический стационар, где он будет продолжать лечение. Персонал работает очень напряженный. К сожалению, в течение вот этих нескольких месяцев заболело 15 человек персонала. Я не могу сказать, что это много, процент заболеваемости персоналом мировые данные, это 30%, у нас такого, к счастью, нет. Но, к сожалению, 15 сотрудников больницы заболели. Из них 3 врача, 7 медицинских сестер и санитарки. В настоящее время в больнице находится врач-реаниматолог инфекционной больницы. Состояние его достаточно тяжелое, и вот он получает у нас лечение. То есть сотрудники, к сожалению, болеют. Летальность по стационару у нас за все это время прошло, у нас 165, я уже сказала, больных, 17 человек, к сожалению, умерли. Летальные исходы. Практически все пациенты, которые умерли, это пациенты, которые страдали различными хроническими заболеваниями. Это хозл, адструктивные заболевания легких, сахарный диабет, ожирение, другие эндокринные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы. В начале вспышки, ну вы это знаете, для вас это не секрет, в начале вспышки у нас преобладали пациенты пожилого возраста, затем все начинает потихонечку меняться. У нас были и дети, были совсем маленькие дети, к счастью, эти маленькие дети, еще раз повторю, к счастью, болели не тяжело, болеют не тяжело и достаточно быстро выздоравливают. Пожилые люди, и теперь уже у нас появились то, чего не было в первые два месяца вспышки, у нас появились молодые люди, которые в возрасте до 40 лет. Они тоже болеют, тоже болеют достаточно тяжело, к сожалению, и даже не имеют хронических других заболеваний. То есть ситуация достаточно тяжелая, к сожалению, она не улучшается, а усугубляется. В течение последних трех недель, ну вы все знаете эту статистику, а мы это ощущаем на себе, ситуация ухудшилась, и у нас размечается значительный рост госпитализированных к нам больных. Если раньше у нас вот до конца июня, скажем так, последней недели июня, у нас в среднем находилось 50 подтвержденных больных с коронавирусной инфекцией, то последнюю неделю у нас 142-135, на сегодняшний день, вот после вчерашней выписки, 127. 12 человек мы выписали, 12 человек нам вчера, 4 человека поступило, и 8 человек подтвердились, те, которые находились у нас с подозрением. То есть ситуация остается достаточно напряженной. Персонал работает очень тяжело, вы видели, потому что выдержать и не в жаркую погоду, а в жаркую погоду, тем более мену выдержать, 24 часа выдержать работы в противочумном костюме, это достаточно сложно. И вот такая у нас, наверное, сложная ситуация, и мы ощущаем, что, к сожалению, отмечается рост. В реанимации у нас на сегодняшний день находятся два пациента. Слава Богу, ни одного пациента на аппарате искусственной вентиляции легких на сегодня нет, но одна пациентка достаточно тяжелая пациентка, второй пациентке лучше, одна достаточно тяжелая. Бывают дни, когда у нас в реанимации находятся пятеро-шестеро пациентов. Это очень сложно и врачам, и пациентам. То есть состояние больных, к сожалению, как бы не хотелось нам говорить, что коронавирусной инфекции нет, к сожалению, это наша реальность. Коронавирусная инфекция есть, и у многих пациентов она протекает достаточно тяжело. И у нас есть достаточно много примеров, когда к нам поступают все члены семьи. И что еще, так я бы сказала, тревожно, то есть у нас бывали разные вспышки. Мы работали на разных вспышках. Вспышного тифа, гепатита, кори, холеры. Разные вспышки бывали. Эта вспышка такая первая, при которой... Там мы знали, с чем мы имеем дело. Мы знали, что инкубационный период какой-то, и в конце инкубационного периода пациент становится заразным. Когда пациента можно выписать, когда он становится незаразным. Здесь почему тревожно, ну, наверное, медикам всего мира тревожно, пока у нас нет четкой информации. Непонятно, почему в семье, может быть, заболело три человека, которые все вместе контактировали, а двое, которые проживают в этой же семье при тесном контакте, не заболевают. Очень много неясностей, и это очень много, достаточно тревожно. Когда пациент становится... появляются разные данные, когда он становится незаразным. Все очень сложно. Пациент выздоравливает, ему очень сложно объяснить, что, невзирая на то, что у него в легких изменениях уже достаточно такие, с которыми он может находиться дома, он продолжает быть ПЦР-позитивным. То есть элиминация вируса еще не произошла, и у всех пациентов она происходит по-разному. Некоторые пациенты имеют положительную ПЦР, то есть элиминация вируса не проходит в течение двух и более месяцев. Пациенты разные, у всех происходит все это по-разному. Вот, ну, пожалуй, на верность. Десятое отделение, 65 больных, 20 боксов, 58 сотрудников, работают посменно. Каждый день 16-17 человек приходят, работают сутки. Доктора до 3 часов, до 4, но мы сидим до вечера. Дальше дежурный доктор. Дальше одеваемся, сетричка где-то раз 5 заходит в бокс за всю смену. В защитном костюме, маска, очки, экран. Очень жарко. А если вдруг, не дай Бог, кому-то плохо, быстро кто одетый, беги в этот бокс. У нас 5 месяцев мы работаем с ковидными больными. Уже все отработано, все слажено, но все равно очень сложно. Потому что, когда их много, персоналу жарко, становится дурно. Иногда девчонки просто стучат в окошко, смени меня. Это действительно так. Так, больные сейчас лежат 38, мы выписали. 25 на поддержке, кислородной поддержке. Из них 9 очень тяжелых. И несколько раз должна зайти сестричка, няня, буфельчица, накормить больного. Они требуют внимания, они, во-первых, очень боятся. Только закончился обход, снова тревожная кнопочка, снова зовут доктора. Доктор одевается и заходит. И точно так же и сестричка. Выполняются все назначения. Есть средства защиты. Действительно думали, что будет лето, и как-то будет мало больных. Но их в два раза стало больше. На выходные действительно думали, что не хватит у нас мест. Уверен, что уровень социальной ответственности тех, кто здесь присутствует, достаточно высокий. Количество людей, которые работают в сфере хорика в Одессе, действительно большое. Оно сопоставимо или в десятки раз больше, чем сотрудников медицинских учреждений, за которых тоже переживаем, так же, как мы переживаем за своих сотрудников. В частности, например, при малейшем подозрении на заболеваемость за счет компании. И я, кстати, предлагаю такую практику для всех наших коллег, кто не делает. За счет компании мы проводим ПЦР-тестирование и экспресс-тестирование. Вы знаете, что стоимость этих тестов достаточно большая, но мы это делаем в любом случае, если это происходит. И собираемся продолжать это делать. У нас есть температурный скрининг на входе. Мы за общие правила игры и поддерживаем их. Ну, нужно сказать, что большой и низкий поклон медработникам. Давайте говорить, да, мы готовы старательно и добросовестно выполнять посильные нам ограничения. Тоже очень многие ательеры, и мы в том числе давно уже облучаем различными обеззараживающими лампами номера во время смены проживающих. Везде там каждый метр висят эти санитайзеры, маски раздаются и так далее. Но в целом нам, ну не то чтобы приятно, это не очень подходящее слово, нам понятно, что город обеспокоен. Нам очень важно понимать, что город также точно оценивает некоторые бессмысленные ограничения, введенные сверху. И в этом смысле с нами заодно. Ну, давайте сотрудничаем. Я говорю о том, что сегодня мы должны с вами консолидировать наши усилия, вместе объединиться и выработать нашу одесскую модель взаимодействия. И показать, что мы можем в условиях пандемии, это наша задача, которую мы перед собой ставим. Если кто-то, я не понял. Что мы должны. Да, мы сегодня живем и, наверное, долгое время будем жить с этим. Вот как жить? Давайте вместе. Сегодня это рестораторы, частичные артерьеры, владельцы рынков, торговых сетей. Завтра другая встреча. Сегодня я провел еще одну встречу, до встречи с вами. Для того, чтобы мы научились все вместе и понимали, что никакая городская власть, никакая инфекционная больница не решит этой проблемой самостоятельно. Я думаю, что можно было бы ставить специальный фонд, и коли сегодня мы находимся на, ну, сегодня туристический сезон в разгаре, и мы зарабатываем, нужно было бы пополнять, я бы с удовольствием поучаствовал. И поддержать хотя бы таким образом. А второе, что бы хотелось со стороны городской власти, вот смотрите, когда выходит представление Кабинета Министров, вот 23-7, оно выходит, если не ошибаюсь, 8 июля. И то, это мы знаем из инсайдерской информации. И до субботы, 11 июля, его опубликовали только в субботу, в рядовом курьере. То есть фактически невнятные, непонятные действия Кабинета Министров не позволяют нам, ну, вести себя тем или иным образом. Вот, например, сегодня Одесса по одному показателю попала в красную зону. Должно быть понятно, как мы действуем в тех или иных ситуациях. По-моему, это вполне достаточно, и все разумные организации, заведения готовы это поддерживать и выполнять. Мы сами заинтересованы в этом только. В свою очередь, я хочу сказать, что мы готовы выполнить все требования. Мы можем, во-первых, пустить количество гостей на один, соотношение один человек на 5 квадратных метров. Площадь у нас, в принципе, позволяет высчитать это. Единственное, а, расстояние между столами, количество гостей за столом определенное, без танцпола, фан-зоны, чтобы не было столпотворения близко, как мы сегодня видели на роликах, там, где какой-то футбольный матч был, где люди туда-сюда перетаскивали друг друга. То есть изолировать как можно больше людей, как можно больше сделать для того, чтобы, не дай бог, не было никаких дальнейших заболеваний. Мы предлагаем культурный отдых, мы предлагаем цивилизованный отдых, но, естественно, со всеми требованиями, выполнениями всех требований, которые на данный момент требуют Кабмин и МОЗ и так далее. За заканчивательную встречу еще раз хочу поблагодарить за то, что нашли время, вы услышали нашу позицию. Мы просим вас понимать, в какой обстановке мы все живем. Просим вас с пониманием относиться к проведению всех мероприятий. Это очень сложно сделать. Это же не то, что вы собрали собрание, посадили всех и проводили собрание. Это люди отдыхают. Каждый отдыхает по-разному, представляет себе свой опыт. Поэтому спасибо, спасибо вам за встречу. Надеюсь, что мы этот сложный период пройдем. Но проходить его надо вместе.